Спасибо. Спасибо. Ну и, разумеется, новые переводы и старых, и новых авторов в каждом выпуске у нас будут, безусловно. И вот от этой темы переводов я перехожу к последней рубрике нашего издания. Я на самом деле надеюсь, что она не будет регулярной, потому что это рубрика «Инны Мориам», и она посвящена памяти и переводчика, и востоковеда Андрея Коваля. Почему востоковеда, об этом скажет Марина Савельева, которая готовила этот раздел. И это относится еще и к тому, почему мы не хотим делать платоновские исследования узкоплатоническими. Почему у нас здесь будет еще и восточная философия. Пожалуйста. Добрый вечер, дамы и господа. Хочу представить вот этот раздел в сборнике, который состоит из трех материалов. Первый из них посвящен памяти Андрея Николаевича Коваля. Это преподаватель древнегреческой на латыни, филолог-эндоэропеист, переводчик. Второй материал – это его самого статья, которая называется... Пудра посвящена мифопоэтическому образу колесницы у Платона в Федре и в Кадху у Панишани. И третий материал – это такой краткий обзор философской компонтилистики, принадлежащей первому Полину Хрущевой. Вот все эти три материала объединяют идеи философской и лингвистической компонтилистики. Это достаточно молодая наука, связанная с тем, что в конце XVIII, в начале XIX века европейский научный мир сначала открыл санскрит, то есть это был, ну, такой, можно сказать, переворот определенного языка знания. А в конце XIX и XX веке стала бурно развиваться философская компонтилистика. Если лингвистическая компонтилистика занимается, правильно, европейской языковой общностью, то есть общие корни, общие драматические законы и так далее, и в том числе и поэтические образы, о чем у нас статья про колесницу, то философская компонтилистика занимается сравнением философских идей. И вот в XX веке появился ряд интереснейших публикаций, в частности, таких, как «Неоплатонизм» и «Адвайта». Есть греческое исследование, которое посвящено Платону и его помешадам сравнению именно философских идей. И сейчас по всему миру в разных университетах появляются кафедры философской компонтилистики, которые занимаются изучением и сравнением философских концепций трех великих древнейших цивилизаций, то есть древнегреческой, древнеиндейской и древнокитайской. То есть три древнейшие человеческие цивилизации породили три древнейшие философии. И в XX веке, в XXI располагают уже достаточным количеством переводов и материалов для того, чтобы иметь возможность их как-то сравнивать. Поэтому я думаю, что это достаточно перспективно и интересно, и в данном сборнике уже можно что-то об этом прочитать. Большое спасибо. Ну и в завершении несколько слов скажет Ирина Николаевна Мочилова, председатель Петербургского отделения философского, платоновского философского. Трудно что-то добавить. Так много сказано о Платоне. Тем более сидят и слушают те, кто и так понимают, что Платон важно, нужно, и это наше все. Поскольку все рубрики уже осветили, я позволю себе сказать следующее. Вот многие, кто выступал до меня, говорили о сборнике платоновских исследований. Вы знаете, мне не нравится слово сборник в данном случае, потому что сборников много. Проходит конференция, выходит сборник. Я хочу сказать, что исследования все-таки мыслятся, по крайней мере, нами, не как сборник, а как журнал. И вот это, мне кажется, очень важно. И задача перед нами стоит все-таки сделать исследователя Платона журналом. Чем отличается журнал от сборника, как мне кажется? Одна из функций журнала – стать некой дискуссионной площадкой. И если платоновским исследованием удастся стать вот этой площадкой дискуссионной, где из номера в номер мы можем поспорить друг с другом, поискать аргументы, доказать свою позицию, я думаю, что это будет принципиально отличаться от тех сборников, которых не слишком много, но которые уже выходили. И именно стату журнала позволит приобрести, я надеюсь, постоянных читателей. Может быть, со временем это будут подписчики. Может быть, со временем здесь с нами будут дискутировать платоноведы из иных стран. И мы таким образом войдем в поле платоноведения мировое. То есть, я думаю, сегодня мы должны сказать, начался новый этап платоновских исследований в России, с чем я готова поздравить всех присутствующих здесь. И завершаю сказать, что каждый автор, естественно, получает авторский номер. Это первый номер. Кстати говоря, может быть, здесь сделать сессию автограф и авторы распишутся. Мы дадим возможность создать некую редкость, потому что это первый номер спустя сто лет. За ним будут гоняться, потому что первый номер с автографом автора очевидно приобретет большую ценность. Кроме того, этот первый номер можно приобрести. Недалеко здесь находится место издательства РХГ, где за небольшую плату, действующую только сегодня, можно приобрести первый номер журнала, хочу подчеркнуть, платоновские исследования. Спасибо. Завершение нашей презентации я бы просто хотела прочитать всех, кто причастен к созданию, зачитать фамилии и имена тех, кто причастен к созданию нашего журнала. Совершенно верно. Редакционный. Нина Брагинская, Москва, Марина Вольф, Новосибирск, Михаил Маяцкий, Лозанна, Ирина Мочилова, Санкт-Петербург, Джеральд Пресс, Нью-Йорк, Томас Робинсон, Торонто, Андрей Росиус, Москва, Валерий Петров, Москва, Роман Светлов, Санкт-Петербург, Юрий Шичалин, Москва. Это редакционный совет. Как вы понимаете, это такая эгида. Ну и наша скромная команда редколлегии. Ольга Алеева, Алексей Городжа, Александр Михайловский, Алексей Романов, Владимир Рохмистров, Марина Савельева. И последнее, но очень важное. Я хочу, чтобы вы наконец все увидели того человека, который вот уже несколько лет является нашим бессменным художником. Делал нам и наш сборник, и материалы к нашей конференции. Видите, уже такой минималистический бренд у нас возник. Я думаю, что мы его и будем продолжать дальше. Это наш дорогой художник Василий Васильевич Якупов. Пожалуйста. Спасибо всем, дорогие друзья. Приглашаем всех в литературное кафе.